В английском языке словом «тейп» обозначают изделия, как лента, пленка, скотч, лекопластырь. Мы будем рассказывать о медицинском тейпе, который используется в спортивной медицине. Это лекопластырь. Тейпы существуют разные. Классические, не тянущиеся, эластичные, с клеем, без клея, кровоостанавливающие. Мы традиционно используем классический тейп и чуть меньше эластичный. Для чего используется повязка из тейпа? Прежде всего, для предотвращения травмы или, если такая уже случилась, то для уменьшения степени травмы. В нашем виде спорта очень часто повреждаются голеностопные суставы. Поэтому в основном тейпируем именно их. Кинезиотейпирование в нашей стране появилось относительно недавно. Чуть больше, может быть, 10 лет. Вот эти разноцветные полоски на теле спортсменов, которые мы можем видеть, что в баскетболе, что в других видах спорта, могут немножко, скажем так, вызывать интерес у обывателя, что это, почему черный, почему бежевый цвет, почему розовый, почему голубой. Это зависит от производителя, от компании, которая производит кинезиотейпы. Они используют разную цветовую гамму. Никаких лекарственных веществ, никаких эфирных масел в этом тейпе нет. Что это такое, для чего его накладывают? Он не несет на себе защитной функции, как классический тейп или как эластичный тейп. Эта техника разработана японским доктором и направлена она на то, чтобы расслаблять или раздражать нервные окончания в коже и подкожной клетчатке на фасциях. Тем самым создавать определенные участки компрессии или определенные участки расслабления мышечных волокон по их ходу. Вот для этого используется кинезиотейпирование. Атлеты испытывают во время тренировок запредельные нагрузки. Часто мышечная система страдает. Чтобы предотвратить травматизм или минимизировать последствия уже полученной травмы, зачастую спортсменам накладываются вот такие кинезиотейпы. Не все спортсмены используют в своей карьере тейпы. Мы спокойно к этому относимся. Многим спортсменам, в том числе играющим в нашем клубе, защитные повестки на гильдостоп предоставляют определенный дискомфорт. И они их не используют. Продолжение следует...